Перевозки грузов Процесс сложный, энергоемкий и высокотехнологичный Где и как создается решение для автономной логистики? И кто уже занимается эволюцией грузового транспорта? Экологично, быстро, выгодно, эффективно и абсолютно автономно Именно так будут выглядеть грузовые перевозки будущего Более того, такие перевозки в России уже есть Расскажем, покажем, зададим вопросы и проверим в деле Москва, производство Эвокарго, компании Пионера Одно из первых в мире запустивший сервис беспилотных грузоперевозок Здесь разрабатывают и собирают российские высокоавтоматизированные грузовики Умные платформы, оснащенные лидарами, сенсорами, камерами и устройствами спутниковой связи Давайте пройдем дальше, посмотрим, что внутри машины Модель на стадии сборки финальной Здесь у нас уже установлен двигатель Заложена основа для инвертора Здесь будет располагаться тяговая аккумуляторная батарея И также машинка уже оснащена компрессорной установкой для пневмоподвески Первая модель появилась еще в 2018-м Прототип тестировали на протяжении полугода на полигоне интеллектуальных транспортных систем в Татарстане Эта модель работала и в реальных условиях во время пандемии коронавируса На территории одной из столичных больниц эта машина перевозила потенциально опасные медицинские материалы В серийное производство обошла уже усовершенствованная модель N1 Кабина для такого грузовика пережиток прошлого На ее месте бортовой компьютер Это позволило в том числе увеличить грузоподъемность и сократить габариты На сегодняшний день мы произвели уже 55 таких грузовичков И планируем до конца года собрать еще 50 Инженеры могли пойти по пути наименьшего сопротивления Оснастить современной техникой уже готовый автомобиль Но новые задачи требуют новых форм И проектирование началось с нуля Разработку оценили на высоком государственном уровне Мы не взяли стандартную машину У нас сделали ее конституционно 100% программное обеспечение разработано нашей командой И все разработки у нас находятся здесь На 70%, ну скажем так, более 70% Мы в 22-м году переформировали стандартную машину У нас сейчас более 70% компаний используются отчимчивыми У компании сейчас более 60% патентов Как на программную, так и на аппаратную разработку И, скажем так, эту научную базу дальше коммерциализируем Уже при реализации нашего проекта Ну а мы следуем за грузовиками На первые в России предприятия Которые уже не в теории, а на деле Опробовали автономную логистику Это складской комплекс нефтеперерабатывающего завода В Московской области Платформа Н1 теперь Неотъемлемая часть инструктажа по безопасности По территории базы передвигается прототип Высокоавтоматизированного транспортного средства Автобеспилотник Эва-1 Тяжелый грузовой транспорт по-прежнему выполняет свои задачи Но рядом уже работает более легкая и маневренная автономная спецтехника Грузоподъемность таких машин до двух тонн Эта модель по запросу заказчика берет на борт чуть меньше, полторы тонны Сокращаются не только выбросы углекислого газа Но и затраты на логистику Данная платформа показала свою безопасность Увеличила скорость складских процессов У нас на площадке присутствует оператор Который контролирует ее работу Потенциально данный оператор может контролировать До 10 подобных платформ на площадке одновременно Дополнительно страховать ее не приходится Именно оператор прописывает для грузовика маршрут по территории предприятия Все необходимые данные для контроля выводятся на экран Нам поступает заявка, откуда и куда нужно отвезти Мы строим маршрут, ну условно задаем точку А и точку Б и начинаем движение За безопасность на маршруте и действия грузовика в экстренных ситуациях, помимо искусственного интеллекта, отвечает высокочувствительная технологичная сенсорика Автомобный грузовик, он детектит препятствия и принимает решение, что ему делать Останавливаться или объезжать Среднее время принятия решения примерно полсекунды Еще одна задача оператора – следить за уровнем заряда двигателя Для заправки электромобилей на предприятиях устанавливают вот такие зарядные станции, которые питаются от обычной розетки в 220 вольт Сейчас проверим на практике, как происходит заправка грузовиков Эвокарго Так, открываем люк, снимаем защиту Зарядка уже пошла Ну, чтобы убедиться в этом, можем открыть бортовой компьютер и посмотреть на экран Написано charging on, на данный момент заряд аккумулятора составляет 81% В условиях закрытых пространств такого заряда хватает на неделю эксплуатации Но увеличить пробег бы несколько раз помогает гибридное решение Здесь есть и электрический двигатель, и водородная батарея Открываем люк И вот разъем для зарядки водородной ячейки Диалог о развитии водородной энергетики сейчас идет на всех уровнях У нас есть водородная разработка Это действительно мы сделали 5-киловаттные ячейки, собрали их последовательно Поставили источник собственных нужд И мы в процессе движения автомобиля можем заряжать нашу тяговую аккумуляторную батарею Либо пускать сразу в двигатель Соответственно, примерно в два раза увеличивает пробег Очень важно Это тоже заподдиктованная технология Мы делали ее совместно разработку с Институтом проблем химической физики При Российской Академии Наук Институт проблем химической физики Очень серьезно с водородом работает Мне уже трое рассказывали о разработках Там много научных, если удерживают его и правильно сжимают водород Эти научные работы идут в черноголовке Изначально топливные элементы на водороде создавали для авиации И стремились максимально снизить массу энергоустановки Эти наработки пригодились и для наземного транспорта Применяемая система обеспечивает безопасность эксплуатации водородной установки За счет того, что здесь применены как методы диагностики процентного содержания кислорода в среде Датчики контроля утечки и разрывов соединений А также все соединения имеют еще и механические индикаторы целостности системы Решение новое и энергоемкое, но преимущества для транспортной отрасли очевидны Во-первых, время зарядки не более пяти минут Это уже приближается к заправке обычных бензиновых и дизельных двигателей Во-вторых, энергоемкость Она у водорода в три раза выше, чем у традиционных видов топлива В-третьих, масса Тяговая батарея весит больше 300 килограммов А водородная установка менее 100 Это позволяет увеличить грузоподъемность машины и запас хода Не уступают водородные элементы и в вопросе экологии Никаких выбросов не происходит У нас используются топливные элементы В которых происходит электрохимическая реакция Взаимодействие водорода с кислородом В результате получаем электроэнергию А также водяной пар и тепло Которое рассеивается также в атмосферу То есть максимум, что мы с вами можем почувствовать Это H2O В том числе благодаря такой экологической составляющей Растет количество площадок применения платформ EvoCargo Внедрение идет полным ходом Спрос на такой сервис стремительно растет Поэтому компания планирует увеличить производство С текущих 100 до 1 тысячи машин в год Практически все эти компании ежегодно встречаются в северной столице На Петербургском международном экономическом форуме В 2023 грузовик EvoCargo приехал сюда впервые Один из образцов как раз перед главными павильонами И судя по ажиотажу, который этот грузовик вызвал здесь Еще с самых первых дней работы формы Действительно интерес к такого рода грузовикам очень большой Интерес к машине очень высокий Потому что сегодня очень много технологий Направлены на автоматизацию внутрискладского комплекса При этом мало решений, которые бы позволяли автоматизировать И роботизировать межскладские и межцеховые перемещения Важная деталь Эти грузовики нельзя купить или взять в аренду Как обычную машину EvoCargo это комплексная услуга В нее входит и само транспортное средство Его обслуживание, заправка и программное обеспечение Такое решение уже внедряет один из российских гигантов онлайн-торговли Автономные грузовики способны значительно оптимизировать процедуру доставки Ведь роботы не спят, не устают, не нарушают правила При этом по предварительным оценкам их использование может снизить стоимость перевозки до 30% Что отразится на конечной цене товаров Работают электрогрузовики и в жару, и в снег, и в дождь Но главный эффект для заказчика достигается, конечно, при масштабировании Здесь на складском комплексе в Подмосковье ежедневно работают 3000 грузовиков В их числе и Эвакарго Начинали полгода назад всего с одной машины Сейчас их уже 11, ну а в планах расширить штат автономных грузовиков до 100 единиц Логистические процессы сейчас автоматизируются на всех этапах от сортировки до сбора заказа Чтобы увеличить скорость доставки и нарастить объемы поставок, конвейер работает круглосуточно С конвейера товары направляются на ленту подачи После этого, вот там, наверху, на ленту выкладки Где автосортер сканирует 4-х код на каждом товаре И в зависимости от этого уже автоматически направляет позицию в нужный отсек Вот такой поливокс Ну, а поливокс уже отправляется на отгрузку Один сотрудник в среднем сканирует 3000 позиций за рабочую смену А автосортер от 160 до 200 тысяч Погрузка происходит уже в полуавтономном режиме Здесь без участия человека пока не обойтись За раз в кузов помещается 12 таких поливоксов общим весом до 200 Сама погрузка занимает всего несколько минут Ну а дальше по маршруту грузовик едет уже автономно Работа на закрытых площадках зачастую требует существенной маневренности Эту проблему решает крабовый ход Все колеса у новых грузовиков могут поворачиваться в любом направлении В результате машина может ехать и вперед, и вбок, и четко по диагонали Пока такие автономные грузовики ездят только по закрытой территории Но в будущем их маршруты планируют проложить и за их пределами Чтобы связать беспилотными транспортными коридорами сразу несколько логистических центров Но это потребует совершенствования всей дорожной инфраструктуры и качества покрытия В этом направлении уже не первый год работают в Татарстане Где, как мы уже говорили, проходили первые тесты эвакарга Понимаете, когда говорят высокоавтоматизированное транспортное средство Или беспилотный автомобиль В первую очередь, почему он появился? Он самый безопасный автомобиль Это первая задача Это самый безопасный автомобиль Вторая, дальше уже в продолжении Сегодня все, что связано с этим автомобилем Больше рассматривается как сервис В третьем, конечно, чтобы все это дело осуществлять Третья задача – это инфраструктура И сегодня создание инфраструктуры является первоочередным И вы, наверное, слышали, что мы все-таки делаем высокоуровневый полигон Для испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств Для того, чтобы все-таки в рамках стандартов, подходов, методологии Навести порядок Гибридные платформы Эвакарго Транспорт действительно уникальный Он не имеет аналогов не только в России, но и в мире Для сравнения, шведские N-Ride на расстоянии управляются водителем Американские TuSimple используют дизель А Outrider работают только на электродвигателе Похвастаться гибридной зарядкой и на электричестве, и на водороде Могут только российские грузовики Я считаю, что это очень интересная разработка До сих пор у нас был либо водород, либо электричество Теперь водород и электричество объединены Лично я думаю, что эти два источника энергии, объединенные вместе, будут иметь огромный потенциал И недостатки, которые есть у электрических машин Могут быть дополнены топливными элементами на водороде Все вместе, в одном корпусе Так что я думаю, что это самая современная технология Даже ультрасовременная И думаю, у нее большие возможности возглавить переход к новому будущему чистой энергетики Разные грузовики у вас Расскажите, насколько я понимаю, это специальное исполнение для различных климатических зон У нас существует три модификации Или три климатического исполнения наших высокоавтоматизированных транспортных средств Это для умеренных широт, для исполнения для северов Или климатическое исполнение под названием холодная зима И также для юга Режим холодная зима уже испытан экстремальными сибирскими морозами за полярным кругом Режим жаркое лето также будет экстремальным Машины Эвакарго белого цвета из дополнительной системы охлаждения Уже осваиваются в Объединенных Арабских Эмиратах Инновационные российские грузовики, сделанные с нуля С полностью отечественным программным обеспечением Теперь и в логистическом и транспортном центре всего Ближнего Востока Но об этом уже в следующей серии нашего спецпроекта